Кавказ Кавказ – это удивительное сосредоточие природных и исторических достопримечательностей, тысячелетних традиций и обычаев, затерянных в горах аулов и современных курортов, национальных парков и комплексов с целебными минеральными источниками. Представляем вам 30 невероятно красивых и удивительных мест этого края. Сулакский каньон, Дагестан. Каньон в долине реки Сулак – один из самых глубоких в мире. Его протяженность – 53 километра. Глубина достигает почти 2000 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Большого каньона. Новоафинский водопад, Грузия. Новоафинский водопад является искусственным сооружением, возведенным новоафинскими монахами для защиты от разливов. Высота гидротехнической конструкции составляет около 10 метров. Длина – 21 метр. Она оснащена шлюзами и отверстиями для отвода воды. Эрзи. Ингушетия. Государственный природный заповедник занимает более 35 тысяч гектаров сразу в двух районах Ингушетии. К уникальным объектам местной флоры относятся заросли облепихи и массив сосны крючковатой. Обитают и редкие виды фауны, например, лесной кот и тур. На территории заповедника сохранились башенные комплексы – образцы средневековой архитектуры республики. Замок Шато-Эркен. Кабардино-Балкария. Величественный замок в романском стиле, расположенный в 20 километрах от Нальчика. Местное население называет новой рукотворной достопримечательностью Северного Кавказа. Шато-Эркен построен талантливым архитектором. Окружен красивым искусственным озером, в котором обитают экзотические рыбы. Столб Кацхи, Грузия. Или, как его еще называют, Кацхинский столб. Маленький монастырский комплекс с часовней на вершине 40-метровой скалы Фемеретии в поселке Кацхи. Попасть на вершину непросто. Женщинам вход запрещен. Пустить могут только мужчин. Но даже если у вас есть разрешение монаха, живущего наверху, подъем по головокружительной крутой лестнице выдержит не каждый. Гамсутль, Дагестан. В Гунипском районе Дагестана, на гребне горы Гамсутльмер, находится красивый аварский аул Гамсутль. Много лет назад на его месте находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Замок Вовнушки, Ингушетия. В Чарайхском районе Ингушетии, на вершине скалы, стоит удивительный замок Вовнушки, полный мрачного очарования и старинных легенд. Его название переводится как «Место боевых башен». С вершины скалы открывается красивый вид на ущелье, где мощные потоки воды, ударяющиеся об камни, создают каскад брызг и море пены. Мортвильский каньон, Грузия. Безумное по красоте место, окруженное рычайшими реликтовыми лесами. На протяжении столетий вода пробивала дорогу в скалах ущелья глубиной до 40 метров, на дне которых протекает река. По ней можно прокатиться на лодке. Каньон Акацхе, Грузия. В Грузии есть необычный каньон в горах, размитый рекой Акацхе. Название произошло от этой грузинской реки. Глубина каньона составляет 50 метров. Посещение каньона Акацхе подарит незабываемое чувство экстрима, волшебное ощущение полета и приятную прохладу чистейшего горного воздуха. Даргавский некрополь, Осетия, находится в Даргавском ущелье на склоне горы в окрасностях одноименного селения. Памятник истории, знаменитый город мертвых. Он состоит из сотни каменных склепов, напоминающих маленькие домики с черными черепичными крышами. Такой способ захоронения усопших практиковался у местных жителей вплоть до 18-го столетия, а самые первые наземные могильники появились здесь еще в 9-м веке. По периметру некрополя возведены сторожевые башни. Село Кубачи, Дагестан. Село, образованное не позднее 2-го века. Примерно с этого времени упоминается в летописях, как место, богатое на умелых мастеров. Они изготавливали лучшие кольчуги региона. Сейчас относятся к Тахадаевскому району Дагестана. Народные промыслы не забыты и по сей день. Хор Вираб, Армения. Хор Вираб находится у подножия самой знаменитой горы Армении Арарата над подземной тюрьмой, которая использовалась еще в 4-м веке. Виды из монастыря действительно открываются изумительнее. Однако и сами его строения интересны своей историей и внутренним убранством. Крепость Рабатый, Грузия. Впечатляющая средневековая и недавно реконструированная крепость в городе Ахалцихе. На территории крепости в 7 гектаров находятся музеи, православная церковь и мечеть, усыпальница, амфитеатр, а также отель, винный магазин и информационный центр. Татевский монастыр, Армения. Наиболее известный и древний монастырский комплекс Армении, расположившийся в 20 километрах от города Карис. Сегодня это туристический комплекс, который привлекает тысячи путешественников. Татев знаменит не только своей историей, но и канатной дорогой корылья Татева. Уплисцихе, Грузия. Один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость. Впервые он упоминается в летописях 3 века до н.э. Еще издалека этот причудливый скалистый город завораживает своим необычным видом. Трудно поверить, что это грандиозная работа по созданию целого города в скалах, творение человеческих рук. Дворец Шерваншахов, Азербайджан, представляет собой дворцовый ансамбль 15 века, где проживали правители Шервана. При возведении большинства построек использовался обширонский известняк, который со временным приобрел красивый золотисто-ореховый оттенок. На территории комплекса располагается царская усыпальница, творцовая мечеть, творик Дываны Хане, мавзолей ученого Сеида Яхья Бакуви. Храм Михра в Гарни Этот необычный храм называют армянским парфеноном. Храм Михра в Гарни действительно выглядит антично. Кажется, что его каким-то чудом перенесли в Армению из Древней Греции. Строенные колонны, портики, роскошная мозаика, храм Михра армянские цари с удовольствием использовали в качестве летней резиденции. Его бережно восстановили после землетрясения и теперь здесь регулярно проводят исторические представления. Гора Эльбрус, Кабардино-Валкария. Самая высокая точка на территории России и Европы. Абсолютная высота 5 642 метра. Находится стратовулкан в системе Кавказские горы. Восхождения не считаются особо сложными, но несчастные случаи периодически происходят. Вардзия, Грузия. Это невероятный по красоте и духу город в скалах на юге Грузии, Джавахетии. Уникальный пещерный монастырь времен царицы Тамары покажет вам сотни прекрасно сохранившихся церквей, часовен, трапезных библиотек и жилых келлей. Пещеры Вардзии уведут вас на 50 метров вглубь скалы. Сванские башни, Грузия. Сооружения на территории Сванетии, на южной стороне Кавказского хребта. Эти родовые сооружения использовались одновременно как жилые и как сторожевые посты для защиты от частых вторжений. Включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город Ичери-Шехир, Азербайджан. Самый древний жилой квартал Баку, который окружен неплохо сохранившимися крепостными стенами. На этой территории люди проживали еще со времен Бронзового века. Даже сейчас в домах, многими из которых сотни и тысячи лет, проживают люди. Посреди каменных улочек и через Шехира время как будто остановило свой ход. Здесь можно полностью прочувствовать атмосферу и колорит страны. Сигнахи, Грузия. Один из самых романтических мест в Грузии. Городом любви его стали называть после того, как здесь открылся круглосуточный ЗАГС. Влюбленные со всей страны едут сюда в любое время суток. После реставрации город стал похож на видения из сна или места из сказок, о которых нам рассказывали в детстве. Мечеть сердца Чечни, Чечня. Построена в Грозном в 2008 году и носит имя Ахмата Гадырова. Одновременно может принять 10 тысяч молящихся. Входит в число самых больших мечетей мира. Стиль классический османский. Со основу взята Стамбульская голубая мечеть. Внутренная и внешняя отделка мрамор. Узоры и цитаты из Корана написаны напылением из золота высшей пробы. По периметру стоят 4 минарета. Вокруг разбит парк в 14 гектаров. Крепость Нарын-Кала, Дагестан, строился в Дирбенде в 7-16 веках, чтобы контролировать узкий проход, ведущий в землю персов. По этой причине расположена вплотную к Каспийскому морю. Площадь около 5 гектаров. В каждую эпоху в архитектурный план вносились изменения с учетом потребностей. У цитадели хорошо сохранились стены и некоторые внутренние постройки, включая систему водоснабжения и бани. Включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сминда-Самеба, Грузия. Этот собор считается символом обновленной Грузии. Он был возведен в 2004 году с соблюдением всех традиций, сложившихся за века храмовой архитектурой. Строительство осуществлялось за счет пожертвований горожан и средств состоятельных грузин. Это единственный православный собор в мире, который может вместить в себя почти 20 тысяч человек. Его площадь более 7 тысяч квадратных метров, и ему не страшны землетрясения. Высота собора составляет 106 метров и является самым высоким православным собором в мире. Грозный Сити, Чечня. Суперсовременный квартал небоскребов в центре Грозного, состоящий из жилых домов, гостиницы и бизнес-центра. Площадь почти 5 гектаров. Был спроектирован молодым архитектором Джалалом Кадыевым. Строился с 2005 по 2011 годы. Самое высокое здание комплекса носит название «Феникс» и насчитывает 40 этажей. В ближайшее время планируется возведение второй очереди Сити. Главной изюминкой обещает стать уникальная башня высотой в 79 этажей. Ереванский каскад, Армения. Каскад занимает статус главной достопримечательности Еревана, поэтому побывать в столице Армении и не увидеть это рукотворное чудо будет большим упущением. Каскад представляет собой художественно оформленные и упорядоченные скульптуры, лестницы, фонтаны и цветники, живописно расположившиеся на склонах канакерских холмов. Это действительно главное украшение города, а с вершины Ереванского каскада открывается чудесный вид на весь город и вершины Арарата. Город Мцхета, Грузия. Один из древнейших городов страны, основан в V веке до н.э. Согласно преданию, его заложил потомок Ноя Месхет. Мцхета находится недалеко от столицы Грузии, Тбилиси, и является древнейшей столицей Восточно-Грузинского Иберийского царства. Это святое место для каждого грузина. Местные жители и туристы называют город Вторым Иерусалимом. Пламенные башни. Азербайджан. Это современный архитектурный комплекс, символ нового и процветающего Азербайджана. Строения представляют собой огромные стеклянные небоскребы в форме устремленных к небу языков пламени. Вечером на фасаде включается подсветка, имитирующая пылающий огонь. Пламенные башни видны почти из любой точки Баку. Старый город Тбилиси, Грузия. Часть города по обеим берегам реки Куры, где сохранились средневековые постройки ушедших веков. В Старом Тбилиси есть архитектурные объекты V века. Многие из них включены в список ценного исторического наследия. Старый город занимает историческую территорию древнего Тифлиса, каким он был в 12 веке, и даже сейчас сохранил особую атмосферу тех времен. Узкие улочки, крепостные стены и древние соборы помогают путешественнику окунуться в непростые переплетения грузинской истории. И на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok